Два грузинских коньяка из Акея, купленные с Артуром Габриэляном напополам, дабы попробовать. Оба эти производители ранее мне знакомы не были и их названия вообще ни о чем не говорят. Вот это вот Грейм Мисси Ули. У них вообще такой интересный дизайн. Абсолютно одинаковые бутылки и рисунок на них одинаковый. Просто вот тут разный цвет. Трешка, например, синяя. И вот этот Грейм Мисси Ули, он очень дорогой. Он стоит тысячу. Тысячу за трешку. Это дороже Арарата. Это просто что-то вообще неимоверное. Это уже что-то в районе французов. Тысяча за трешку. Но на него была скидка, он стоил 500 рублей. Ну, надо попробовать. Что же это такое? А вот этот вот Талавари, он стоил 800 рублей. То есть это трешка за тысячу, а это пятерка за 800 рублей. И со скидкой он стоил МРЦ. Покопавшись на сайтах данных производителей, я узнал, что вот эта пятилетка Талавари это Болеро энд компани. А все время забываю. Грейм Мисси Ули это дом грузинского вина. Поразил меня один интересный аспект. Если на сайте Грейм Мисси Ули написано, что у них полный цикл производства коньяков от выращивания винограда до розлива в бутылки, то на сайте Болеро энд компани написано, что у них полный цикл производства коньяков от покупки винограда и до выдержки. У них очень разные понятия о полном цикле производства коньяков. И начать, пожалуй, стоит с пятерки. Вроде бы нелогично, но я все-таки начну с пятерки. Кстати, пробки у них вообще одинаковые. Пластмассовые черные пробки. Точнее, черные крышки. А пробочки из крошки. Как будто бы вот из одной кучи брались и втыкались. Пятерочка. Блин, с этими грузинскими названиями я постоянно забываю, как они называются. И мне приходится смотреть. Что же мне? Сел он обозревать коньяки, названия не помню. Но сколько я не пытался, я не могу это запомнить. Талавари. А это Грейм Мисси Ули. Талавари. Пять лет. От Болеро энд компани. Цвет коньячный. В холодную сторону. В зеленоватую. Чуть темнее янтарного. Цвет симпатичный. Пусть пока постоит подумает. Почитаем состав. Место происхождения винограда Кахетия, Грузия. 2014 год. Розлив 01-10-2020. Изготовитель Болеро энд компани. Виноград Ракацетели. Выдержанный не менее 5 лет. В чем выдержан, непонятно. Вода питьевая, умягченная. Сахар, пищевой краситель. Сахарный колер. 40% алкоголя. Нюхаем. Легкая спиртуозность присутствует. И какие-то конфеты. Помадки, ириски. Что-то сладкое, сливочное, вареная сгущенка. Вот эти какие-то крем-брюлешные, ирисочно-карамельные темы. Какие-то сливки прямо вот. Угу. Со сливками, сгущенкой, да. Может быть даже молочный шоколад. Такой какой-то сладкий, вот какой-то киндер сюрприз. Дерево. Ну, какие-то доски есть. Свежие. Из строительного отдела. Пробуем. Сладко, спиртуозно, шоколадно. Вот в чистом виде, ну, вот честно. Вроде бы ничего плохого нет. Вроде бы нет ощущения ароматизаторов или чего-то искусственного. Вроде бы натуральное все. По ощущениям. Но вот какое-то оно все такое банальное, простое, деревянное, конфетное и спиртуозное. Ну, да. Аромат такой, что не хочется в него внюхиваться. Что-то жирное, сладкое. А вкус еще проще. Вот просто сладость, сливочность и спирт. Угу. Причем, если в аромате спирт, он где-то может быть не так силен, то во вкусе он прям такой вот спирт и спирт. Какая-то горькая трава еще во вкусе. Не очень вкусная. В общем, это хочется закусить куском мяса и, наверное, будет прикольно. Так. Давайте еще раз попробуем. Не знаю, конфетность какая-то. Ну, что-то горькое есть такое. То ли трава, то ли... Ну, доска. Шоколад не горький. Доска, доска. Доска может, да. Дубовая. Загрызли дождь. Видимо, это какие-то, ну, клепки. Или на чем они выдержат. Бочки не написано. То есть, видимо, это клепка. И она такая... Ну, новенькая. В послевкусии тоже какое-то конфетное такое. С легким чайком. Вот в послевкусии эта терпкость дощатая, она переходит в чаек. Пить это без закуски не хочется абсолютно. И дальше у нас идет Греми-Сеули. Греми-Сеули. Это сюда. И почему Греми-Сеули я хочу налить вторым? До этого мы пробовали его один раз. И он нам понравился. Он понравился. И мы сидели вечерок по бокальчику. Просто без ничего. Цвет. Цвет более темный. Более насыщенный. Более теплый. В краснинку. Аромат. И вот тут все очень интересно. Это очень необычная штука. Это изюм. Это болгарский перец. Это даже, наверное, какой-то кетчуп. Это хмели-сунели. Да, в котором есть этот болгарский перец. Есть какие-то грузинские специи. И есть томат. Томат? Ну, в основном тут хмели-сунели. Вот этот характерный. Вот какой-то грузинский соус. Аромат вот этого вот специи. Древесина. Три года. Но она тут чувствуется. И что тут написано? Ракоцители 100%. Кахетия. 2016 год. Происхождение. 40%. Очень мелко написано. Коньячные дистилляты. Вода умягченная. Краситель. Сахарный колер. Про выдержку ничего не написано. Написано минимальный срок выдержки 3 года. То есть, в чем это выдерживалось, непонятно. Но тут чувствуется древесина. И эта древесина, она очень интересная. Она пахнет каким-то старым шифонером. С лаком, нафталином и чем-то таким. Я знаю, какой-то пряник в аромате есть. И пряник есть. Мускатный орех, душистый перец. Очень насыщенный, разнообразный и необычный аромат. А вот сейчас соус перешел в сливовый. Хотя томаты тоже остались. Необычный, интересный аромат. Вкус. Мягкий. В нем тоже есть что-то от шкафа. Есть эти специи. Нафталин. Хмели-сунели. Это аромат вот этого маринада какого-то такого, специевого. Может, масло какое-то там. Очень интересный коньяк. И он очень грузинский. От него просто пышет какими-то кавказскими приправами, специями. Чем-то таким. Прям захотелось из рога чего-нибудь испить. Сладкий, довольно мягкий. Приятный, интересный. Для трешки, конечно же. Но он стоит тысячу. Это, конечно, безумно. Это дороже Арарата. Трешки. И Арарат все-таки лучше. Ну да. Во-первых, Арарат больше похож на коньяк. Ну, на усредненное понятие коньяка. А это вот какое-то такое особое этническое, скажем так, ответвление. То есть, честно, я не знаю, почему ты считаешь это плюс, что Арарат похож на усредненный коньяк. По-моему, наоборот. Плюс, что этот коньяк не похож на усредненный коньяк. Ну как, ты покупаешь коньяк. Ты рассчитываешь, что там коньяк. Вот Арарат ты открываешь, там коньяк. Ну, скучно. А тут человек скажет, блин, тут какой-то кетчуп, нафталин, что это такое вообще. Человек зануда. Мне нравится. После вкусия при этом, при всем. Изюмно-сладко-виноградное с легким налетом вот этих специй. Очень интересно. Я про цену говорил. Цена очень большая. Скидочки. Скидочки наши все. Но вот он куплен за 500 рублей. И за 500 рублей его вполне стоит купить. И надо будет попробовать остальные. Конечно же, дождавшись скидок. Потому что это интересно. Это первый грузинский коньяк, который, ну, меня удивил, понравился. И он вот самобытный. Тот же Сараджишвили, вот пятерку мы пили. Которая вот была постарше. Ну, такой коньячок и коньячок. Потом более новый Сараджишвили 5. Ну, вообще какой-то грушевый кальвадос на вкус. Что-то странное. А вот это самобытный, интересный напиток. Я бы даже сказал так. Потребляя его, ты понимаешь, что это дорогой напиток. Вот он стоит 1000. И во вкусе, и в запахе это есть. Да, это трёшка. Но у нас таких трёшек не делают. Потому что фанагорийская трёшка похожа на чачу. Кизлярская трёшка похожа на коньяк разведённый чачей. Дербенскую трёшку я не пробовал. Вот у Арарата классная трёшка. Это... Тоже классная трёшка. Тоже классная трёшка. Этот самый ещё. Крыс коньяга. Вот, у них классная трёшка. То есть на постсоветском пространстве это третий коньяк. Хорошая трёшка, что я встречаю. Этот ещё был. Ну и Гуччи. Но там вообще запредельная цена. Там полторы тысячи за трёшку. Там за Гуччи. Безумие. Хорошо, вот четыре коньяка, да? К сожалению, российских среди них нет. Реально приятная, хорошая трёшка. И если вот это... Я... Ну, сейчас просто не хочу допивать. А вот это я сейчас с удовольствием сижу и прихлёбываю абсолютно без ничего. Я прям себе представляю. Жарят шашлык. Разложено мясо в специях. И сидишь, ожидаешь, когда мастер шашлыка всё это подготовит. И попиваешь коньячок. И ароматы там костра должны идти. А ты так его нюхаешь и предвкушаешь, как ты будешь этот шашлык есть. Интересный напиток со своим характером. И характер этот грузинский.